Всем привет! У нас раннее утро поют птички. Я уже бегу по делам. У меня сегодня просто тысяча дел. Начинаю с магазина, потому что очень надо продукты закупить. А у Настюши экзамен в 11.30, поэтому мы рано утром едем Настя, я и бабушка. Бабушка себе за продуктами, я домой купить. Ну, еще там по разным делам. Ой, я уже подумала. Через 10 хвилин пришло, 30 хвилин мама пришла. Давай сюда. Я уже подумала, мы на нашей едем в машине. А как я сяду? Там плотно, ты отъедь. А что у тебя за экзамен? Стартап. Стартап? Стартап это типа как начать свое дело или что? Ну да, но мы делали группу, поэтому... Это какие-то интересные экзамены, которые вся группа вместе сдаёт? Ну ничего не интереснее, но мне не дали такой взмоги. Я пыталась, чем можно. Да. Каких у меня сегодня кучу дел. Я сегодня к Вике записана и хочу подстричься в темный цвет. Надоел мне этот светлый цвет. Не нравится он мне абсолютно. Абсолютно. Мне тоже сдаётся, чтобы ты меня с ним пошли. Да. Темный это мой, ну мой от природы цвет. Темнее намного. И мне в нём гораздо лучше. Вот. Потом... Сегодня у Алисы школа. Потом я ещё сегодня встречаюсь с человеком одним. Но это я вам попозже расскажу. Когда получится, не получится. Потом расскажу. А ещё мне надо срочно в зоомагазин заехать, потому что у родивших кошек закончился корм. Они же специально едят. Закончился он ночью. И утром Мира уже ко мне подошла. Такая мур-мур. Ну я же понимаю, что она просит. Поэтому надо сейчас им привезти. Смотрите, какие у нас каштаны. Это наша гордость. Каштановая аллея. Вот как они все озеленились уже. Позеленили. Очень красиво. По этой аллее классно на велосипедах, на электросамокатах можно ездить. У кого нет машины, то вот эти аллеи передвигаются у нас в городе. Что, кто-то не с главной дороги? То есть какой? Он вообще выезжает с парковки. Понятно, я смотрела на каштаны и не увидела. Встанет два дня. А раньше вообще не было. Как ты так ездишь? Ногу подогнал? Сейчас снова начнут меня писать. А мне так удобно. Встань от меня. А как же педали, если нажимать? Так все одной ногой правой нажимается. И то, и то? Да. В магазине такие миленькие товары к Пасхе продают уже. Длинненькие. Я не знаю, что это. И маленькие. Для маленьких кексиков. Да. Увидели бумажные формы для кексиков. То, что Настя говорила. Тридцать штук. Тридцать одна гривна. Ну, гривная штука, можно сказать. Да, к Пасхе много чего уже продается. А это еще что такое? Декор деревянный. А, это просто картинка. Вот такую, наверное, точно надо. Красивая, кстати. Полотенушка. Христос воскресный. На кровать картинку. Да. Пасхальный набор, глянь, мам. Для кексов. На Пасху. Но слишком уж дорогой. Салфетки прикольные. Я думаю, вот такие яйца здоровски подойдут на квест на Пасху. Яйца-свечки. А еще очень много яиц скидка от продают. Я, наверное, Алисе с Сережей куплю по яичку. Алисе в прошлый раз она очень понравилась. Оно внутри пустое. Там нету игрушки. Просто шоколад. Ого, фотозона. Глянь, фотозону сделали к Пасхе. А красивенько. Такие зайки. А? Нормально. Сейчас сфоткаю. В инстаграм. Вот это я точно куплю. Давно не видела фигурных бомбочек для ванны. А таких так вообще не видела. Хвост русалки. Так. Купила Алисе кофточку. Вот такую. Я, честно говоря, боюсь, что она будет очень широкая. Она реально очень широкая. Но рост написан Алиске. Ну, если что сказали, можно поменять. Потом вот такую футболочку с надписью Blackpink. У нее как раз такого цвета костюм есть. Футболка. Ей подойдет с ног сшибательно. И вот такие вот штаны. Одни были. Спортивные штанишки. Вообще недорого стоят. Сейчас скажу. 350 гривен. Лосины. Это обычное дело. И очень классный набор резиночек. Вот такой. Такой можно даже куда-то с собой в дорогу брать. Видите, как компактненько. Я ей подарю на Пасху его. Надеюсь, она это видео не посмотрит заранее. На Пасху квест буду делать какой-нибудь. И в конце класса надо будет найти клад. И вот в этот клад просто положу разные подарки. Настя нашлась. Да, давно не виделись. Нет, серьезно. Я весь деликат облазила. Что вы купили? Где вы купили? Мы были в деликате, но продукты мы еще не покупали. На экзамен через 40 минут. Ну если что, поедешь домой на экзамен. Я его с телефоном могу. Да? Ну окей. Мы как раз собирались сейчас за телефоном идти с тобой созваниваться. Да вы что? А я звонила, и на тебе уже 25, и тебе будет пропущено. А мы там заперли свои вещи. Да это что? Да это малые кофточки, да. Вот. Так, Настя пошла мерить штаны. Пока ее ждала, зашла в игрушечный магазин, купила набор пластилина. Это просто баночки. Ну он на какой-то юбилей, видимо, был выпущен. Тут 65 разных баночек. У нас уже с Иллиска опять пластилин закончился. Вот. А наборов для лепки полно. Ну и чтобы ими пользоваться, разумеется, надо покупать пластилин. Ну тут прям очень много разных цветов. Нашла Настя. Я за ними запутала. Джинсы? Сказала. 6440. Я уже тоже купила пластилин. Венчаны травы? Нет. Я сегодня столько дел, что мне некогда просто мерить будет. Надо за продуктами идти. Покажешь джинсы? Зараз, они очень не покупаются. Просто случайно. Они не короткие, они? Нет. И еще дякую. 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 До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Красоточка моя. Не просто эти таких баги, но они. Ну, блин. Такая, стыдная. А я хотела что-то придавить. Настя, пока красивая, худая, молодая, покупай, шмотки носи, потому что я тоже думала, что я тоже никогда не стану толстой, хотя полторы тысячи для джинсов это нормальная цена, да, все равно, ну да. Так, пишите, у меня... Идем? 25 хвилин, еще за вами, потом беду машину за меню сухо и с тобой. Идем. Надо за вам, чтобы вы накупляли эти пластиковые пакеты, мы накупляем, мы за экологией, значит, понятно? Да, хорошо. Я в машине поманикрую. Хорошо. Я потом подойду. А из чего это сделано? Ну, ткань какая-то. Экологическая, ну да. Так, ну что, мы по продуктам. Самая нелюбимая часть, если честно, это ходить, покупать, выбирать, взвешивать. Яблочки получили 40 гривен. Нормально, тут у меня много. Тяжело. Сколько? Почти 2 килограмма. А 2 килограмма тяжело тебе будет? Да ладно, идем, я их понесу. Я купила капусту, не понимаю, зачем из Испании нам завозят. Сразу я не поняла, что это испанская капуста. Подержи, пожалуйста, яблочки на секунду. Так, я хочу букетик еще взять, салатик с винком и немножко, может быть, дети будут с борщом. Буду сегодня опять борщ варить. Дякую. Не знаю, что тебе так нравится в руках тягать? Говорю, Настя, давай возьмем тележку на колесах. А говорит, не надо. Вообще, девушкам тяжести носить это плохо. Май, нам много не треба. А у тебя там уже много. Ты хочешь набраться. Так, что тут бабушка в себе? Ну, конечно же, булочки, конфетки. Сейчас буду ругаться. Бабушка, не бережешь здоровье. У бабушки диабет. Поэтому я так говорю. Просто многие этого не знают. Причем уже много лет диабет. Мне очень не хочется, чтобы она с таблеток перешла на инсулины. Коуэлла. Поэтому я ее прошу. Не кушай мучной, не кушай сладкой. Бабушка всегда зелень свинкам покупает. Целую кучу набрала. Так, это мы уже бабушкины чисто продукты сейчас будем пробивать. Водички две сладкие. Я еще нам добрала, пока ждали бабушку, сметану. Два йогурта детям, Сереже и Элисе. Вот такие. Они такие очень любят. Средства для бритья дома нету. Вчера вон не убирала. Заметила, что нет. И сгущенку к блинам. В следующий раз, как в школу будем играть, то будем блины делать. Это надо, чтобы Катя приехала. А это все бабушкины покупки. Вот. А ты кульок тоже из дома взяла, да, какой-то? Но не эко. Ну не эко, да. Ну вот Настя эко кульков накупит. В общем, такой день больших закупок еды. Так, ладно, пока Настя с бабушкой складывают, я вам покажу, что я еще в другом магазине купила. Ничего такого интересного, но может кому-то будет интересно. Это обычные ватные диски для лица. Это шерсть чистить. Постирала черную одежду вчера. Шерсть на некоторых вещах такая осталась. А это нельзя показывать. Ну, она уже. Это на Пасху Алисе подарю. Дальше. Купила вот такой интересный наборчик. Мне кажется, Алисе будет очень интересно его делать. Вместо тарелочки, в которую яйца ложить, вот такой деревянный наборчик. И сюда тоже покрасить яички, а в середину пасочку поставить. И как-то он вот опирается на вот эти ножки. Ну, в общем, вроде и поделка, вроде и тарелка. Прикольно. Так, дальше что? Мелкие резиночки. Такие интересные наборчики. С кошелечком. 59 гривен один. Ну, в принципе, более-менее. Хотя дороговато за такие резиночки. Я считаю, мы дешевле в АТБ находили. Так, дальше я купила детский шампунь. Такой. Детское мыло. Кстати, первый раз вижу Сейфгард детское мыло. Ну, вот купила жидкое. Легче будет детям руки мыть. Новую мочалочку Элисе купила. Время-времени обновляем. И вот такие два наборчика. Здесь идут заколки и резинки. Пришлось покупать два, чтобы заколки были парными. Не знаю, кто придумал вот разноцветные заколки. Положить обычно закалываешь по две. Справа и слева. И обычно одного цвета. Поэтому таких наборов пришлось брать два. А еще я купила вот такие свечки. Я их как увидела, мне они так понравились. Элиса мне все время рисует такие рисуночки с сердечками. Говорит, как она меня любит. А я их хочу вот куда-нибудь, не знаю, в пасочку воткнуть. Я скажу, прочитай, что тут написано. Вот тут I love you. Мне кажется, это так мило. Так, едем в зоомагазин. Настяна слушает свой экзамен. Я только ночую. Не-не, я не тебе. В наушниках слушает. Бабушка забрала свои покупки к себе. Солом. Чтобы мы домой их не занесли случайно. Смешная. Ты так боишься, что твои булочки пропадают. Я потому. А почему? Потому что я хочу выйти раньше. В свои калитки. Чтобы мне потом не искать там среди. Так тебе же тяжело все равно это будет тянуть. По одной штуке я во двор занесу. И не спеша, так дома по одной штуке донесу. А Настя может заехать во двор? Ну, это сложно. Я уже представляю себе свой новый цвет волос. Ну, понимаете, я хотела светлый. Но вот немного не такой. Он какой-то рыжеватый. И меня Костя все время рыжий обзывал. А я хотела именно, ну, светленький. Ну, раз с моих волос не получается сделать такой светленький, то пусть будет лучше темный. Ты просто торопишься. Ну да, так а сколько ж? Делается постепенно и долго. Да, но я так долго не могу полгода ждать. Мне в темном было неплохо. Я посмотрела видео с Испанией. Там такая свеженькая, с темными волосами. Очень понравилось. Тебе давно говорила, что темные тебе лучше. А я как крашусь темные, мне пишут. Лена, сделайте себе светлые. Ну, лучше пишу, господи. Люди ж не знают, как тебе лучше. В общем, скажите, как вам вот сейчас и после покраски будет. Топаю в зоомагазин. Так, беру нашим кормящим и бабушке Белопусе 7+. Видите, забочусь о родильной палате нашей. Подбегают же ко мне, сами просят эти баночки. Я им и в сухом виде покупаю. Мы сейчас в еще один зоомагазин заедем, потому что здесь не было 2-х килограммового, а это очень маленький. 400 грамм, это им ни о чем. Ну, ненадолго очень. Мне нужно 2-х килограммовый купить. А он в наличии только в одном магазине, в другом. Они позвонили, попросили, чтобы мне его отложили. Мы сейчас туда еще заскочим. Заберем. И все, и наши... Ой, пристегнутся. Так, все, сбегала уже в другой магазин. Смотрите, какая разница. Вот то, что я в первом купила, и во втором. То есть, ну, здесь 2 килограмма. И по цене гораздо выгоднее. Это для родивших кошечек. Котята еще такое не едят. Хотя оно подходит и котятам. Вот от 1 до 4 месяцев котятам. Ну, я беру именно для родивших кошечек. Настя, на машину не дает мне пристегнуться. Пищит и пищит. Моя умничка. Молодец. А ты моя умничка. Я? Да. Друг. Ну, молодец тоже, что. Диплом скоро получишь. О, дякую. Мама не хвалит николу в житте. Да прям. Ну, реально. Реально? Ну, что? Что-то мне это напоминает. Я даже 2 года в Италии, когда работала своими силами, сама влаштовывалась. Ни разу ты меня не хвалила. Я тебе скажу, что я вами вообще горжусь. Вот всеми. Реально всеми тремя я очень горжусь. Настя вообще и работает, и диплом пишет, и в Италию едет. И вообще максимально самостоятельная девушка. То есть вообще не надо ни о чем париться по поводу Насти. Она все сама, даже у нее там подсчет калорий какой-то. Я не такая, наверное, самостоятельная, как Настя. Пойдем. Да. У нас просто однаковая машина с нею. Ну, так стало все. Вот я как-то... И мы разговаривали за то, что кто, когда водитый почав... Меня когда узнали, что я в 18 лет в Польшу ехала с трьомашей несовершеннолетними и везла их вонанно. Подумала, что я вообще какая-то храезь. Кстати, это тоже. Девчонки обе водят машины уже. Да, ну молодцы. Развиваются постоянно. Катя постоянно читает гуру литературу. Настя вообще на английском языке читает. Ну, я с вас поражаюсь. Я реально вам я горжусь, я тебе говорю. И малой я горжусь, потому что мелкая, ну, она в шахматы у меня выиграла недавно. Да, мне так подобается, как каждый год, вот типа, ну, сейчас вот ей 7 уже будет. Каждый год что-то писали. В 2 года в она тету не умеет. В 3 года в она в тету не умеет. В 4 года. Ну, я как-то в цьому научилась. И хвалят ее усюди. И на курсах кажут, что золота дитина. Да, слушай. Да, мне учительница сказала, что Алиса золотой ребенок. Завжди не идут до чего это? Нет, просто надо не обращать внимания и все. Потому что, ну, людей недовольных жизнью, особенно своей жизнью, очень много. И они это переносят на других людей. Вот. Им же надо как-то оправдать то, что у них там что-то не получается. Из-за того, что они ничего не делают, сидят, знаете, только смотрят. Да, у меня через тей влогинг, знаешь, постойно было таке доказати, доказати, доказати. И я настолько уже в якийсь момент, типа, и виснажилась, и зрозумела, что я уже все соби доказала, что могла. И в спорте, и во всем, во всем, во всем, во всем, знаешь, во всех сфер, что могла. Ну, слушай. Мне же не треба никому ничего доказать, я не хочу. Ну, слушай, но зато есть позитивный момент. У тебя был этот подпедштовх. До саморозвитка постойного. До саморазвития, да. То есть все время хотелось усовершенствоваться, чтобы не писали, что ты не такой. И так этого хотелось для себя, но я бы себе, может, так не мучила, знаешь, усім, усім, усім. Ну, не знаю. Ну, надо просто в какой-то момент понять, что... Ну, то это воно до меня зараз уже и пришло. Ну, ко мне тоже. Мне абсолютно уже не трогают все эти, которые сидят, знаете, только что-то там пишут плохое, что-то видят только плохое. Как вообще человек может видеть только плохое? Ну, это же ужас. Я очень не завидую таким людям. Вот, это... И особенно тем, кто за ними как бы повторяет, то есть к чему вы идете? Вы идете к негативу в жизни. Вы учитесь видеть во всем негатив. Ну, то есть я вам очень сочувствую. Стараемся видеть хорошее, быть счастливыми. Это каждый момент ощущать что-то хорошее в своей жизни. Тогда ты будешь счастливой. Что это тебе пришло? Попыла книжку. Почти, а прочитай. Что там в друзей? Не видно. Друзей, коханки. Кого? Это не Тюпери. Это автобиографично. Это он писал. Он нещодавно загинал. Он занимался в сериале «Друзей». А что с ним случилось? Чула, да. Надя его любит. У него была очень сильная наркозалежность все життя и алкозалежность. Но книжка очень классная, говорят. Я очень много отходила. Я слышала про него. А загинав у себя дома в бассейне, его нашли просто. У него вообще карьера была очень крутая, но все эти залежности. Поэтому и радится читать. Вот поэтому люди надо заниматься саморазвитием, чтобы не нырять во всякие алкоголи, наркотики, не поддаваться влиянию каких-то компаний. Потому что если человек... Ты знаешь, что психика человека у каждого в своях? Ну да, психика зависит. Особенно у мужчин чаще почему-то вот эта зависимость от алкоголя появляется. То есть женщина больше адаптирована. Там ребенка вырастить, там вот это вот все. А у мужчин? О нет, это же ты. Ну, не знаю. Женщины, если начинают пить, то спеваются быстрее. Да. А кстати, я знала одну женщину. Она у нас в дворе жила. Я помню, переездила. Это был трэш. Это такой был трэш. Она реально спала у нас в подъезде. И один раз она пьяная на огромных каблуках шла и упала. Просто вот так по лестнице. Это было ужасно. Она упала и лежит. Боже, мне так плохо стало. Я вообще, как это сказать, слабонервная, да, слабонервная. И когда что-то такое вижу, вот что-то с кем-то происходит у меня на глазах, мне становится плохо. Реально, физически. Ужасно плохо мне стало. У меня сердце, я не знаю, выскакивало ужасно. И я побежала, это ж она шла к своей крови. То есть она с мужем, ну, разошлась к своей крови, все время пьяная по привычке приходила. Ну, возвращалась там, где она жила. Я к ней побежала, говорю, вызывайте скорую. В общем, жесть. Она, по-моему, и скорую вызывать не стала. Просто забрала ее к себе. Ну, я перепугалась знатно. Я, по-моему, больше пострадала тогда, чем она. Ну, психологически. Потому что она на следующий день уже опять ходила, как обычно. А я все еще отходила от этого. Так что, да, знали мы и женщину такую. Заскочила я в художественный салон по дороге. Вот такие песочки купила. Это чтобы яйца воском расписывать на Пасху. В прошлом году мы купили какие-то некачественные. А в этом году, ну, вот я надеюсь, я самые крупные взяла, которые были. Я надеюсь, что хорошо будет ими. И я заскочила на почту, как я довольна этими альбомчиками. В прошлый раз я заказала Алисе два альбома, мне прислали один. И я им написала, что так и так, второго нет. И они пишут, мы вам вышлим за свой счет, альбом которого не хватает. Я говорю, ну, давайте еще штуки три докуплю тогда. И они мне в прошлый раз прислали с таким рисунком, но мне не понравился. А это? Это что-то просто. Они такие красивые. Особенно Алиса любит котов и сов. И тут еще и сова попалась. Вообще, просто, ну, просто то, что нужно. Да, очень нежные такие. Супер, она будет счастлива. А вот вторая посылка. В общем, она упакована в такую большую коробочку. Я заказывала, я не думала, что они будут такие маленькие. Я, конечно, немного разочарована. Они-то и стоят так недешево. В общем, на такой подставочке мисочки для кошечек кушать. Уберем, проще в эпицентре взяла. Да, да. Тут подставочка, чтобы не рассыпалась еда. Я брала, чтобы беременным, ну, родившим в комнате поставить. Но это, конечно, маленькие для них мисочки. Ну, может, котята будут с них есть. Вот для котят размер идеальный. Когда котята чуть подрастут, уже тоже надо будет кормить. Ну что, я дома. Уже дети яйца съели. Понравились вам? Да. Кит-кат. Алиса нацепила рюкзачок. В рюкзачок сложила помадку для губ, которую я из аптеки принесла. Сложила маркеры, телефон свой. Да, что еще? А, и надела эту новую футболочку, которую я сегодня купила. И штат. И лосинки, да. И мы сейчас едем к парикмахерской уже. Торопимся. Пошли расчешемся. Мы специально не будем заплетаться. А чтобы не было скучно расчесывать. Можно взять айфон. Он у меня заряжен. Айфон есть. Готово расчесываться. Мы расчесываемся, но не заплетаемся. Алиса сказала, она сегодня будет тоже стричься. Кончики. Так, в принципе, миски не такие уже маленькие. Вот по сравнению с тем, которым мы их кормили. И они уже поели. Мурка и Мира. И видите, уже и насвинячили. То есть хорошо, что здесь такая есть подставочка. В принципе, нормально для вот этого влажного корма. Весьма даже подошло. Смотри. Повисла. Я улиточку нашла. Своими глазами увидела. Да, маленькая улиточка против наших. Мелкая-мелкая. Маленькая улиточка. Да, Луняша? Что, уже попушистей стала? Она новое яблоко пыталась отобрать. Ну, главное, чтобы не лизнула. Видите, и в футболках хорошо, да? Тебе твою почистить надо было. Ты от снежка, наверное. Сережа только что снежка ловил. А вы? Он туда бы убежал. Я бы там сначала сидел. Ну, побегал где-то прицел. Я взял до него в залез и в доставку. Спасибо тебе. Кстати, мама, вопрос, почему у Луны эта ленточка? А я, кстати, тоже не пойму, зачем эта ленточка. Кто-то прицепил, чтобы вот так вот ее водить. А кто, я не знаю. Да, нет, точно не Настя. Я думаю, это бабушка. Луна же у бабушки живет. Думаю, зачем она это сделала? Ну, мне тоже кажется, что это... Не, ну, это как поводок. Как поводок ленточка. Ну, чтобы, наверное, чтобы... Ну, ее расчесывать. Настя так быстро со своей лодочкой... Да, я, кстати, тоже думаю. Я, кстати, тоже думаю, что это чтобы ее расчесывать. Потому что так удобно она отбегает, держишь. Я ее вчера вычесывала, то удобно было. Ай, это пахнет. Мята. Да, это мята. Так, нам бы не опоздать. Все. Это бабушка же еще. Смотри, Луна выбежать хочет. Осторожно. Сережа, побежали. Да бежать нет смысла. Бабушку ждем. А. Кушай яблочко. Я его уже позвал? Да, позваю уже. У меня что-то вот этот зуб болит. Ты уже говорила. Может, он выпасть хочет. Но я не понимаю, почему не передняя, а рядом. На нем даже дырочек нету. Я не знаю. Что? Лабу уже пропустила. Так, все, пристегнулись? Да. Едем стричься. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...